И снова всем добрый день, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будут очередные пенные напитки, друзья. Зашел в разливайку, увидел два вот таких сорта крымских. Интересно стал посмотреть. Вообще пиво крымское я ни разу не пил, да, вот именно вот эти сорта. И мне интересно было попробовать, заодно вам показать. Значит, друзья, первая бутылочка это вот Крым. Ялта называется пиво. В Ялте я довольно-таки часто отдыхал. Тут вот берег нарисован, кстати, Ялтинские горы. Вот так вот написано. Ялта такая, знаете, именно стилистически такая олдскульная, так скажем, сама по себе вот эта этикетка. Интересно, 1982 года, типа этикетка. Я действительно так прямо, знаете, вот интересно стало взять эту бутылку и попробовать это пиво. Просто потому что, ну, действительно классная этикетка. Такая олдскульная. Я сам родился в 1983 году. Здесь 1982. Прямо, ну, одним словом решил попробовать. Привет из Крыма написано. Вот. Пиво светлое, друзья, фильтрованное, пастеризованное Ялта. Соответствует ГОСТу, как заявлено в описании. 31.711.2012. Состав. Вода подготовленная. Исправленный солод пивоварный, ячменный. Хмель гранулированный. Хмель и продукты. Эффективность начального сусла 11%. Алкоголь не менее 4,4 оборотов, друзья. Так, 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 так. Да. Адрес производителя и мощностей производства. Российская Федерация, Республика Крым. Город Симферополь. Улица Героев, Сталинград, 12. Почему? Знаете, я вот, ну, как бы, в Крыму был, но вот такого пива я там не видел. Вот именно вот Ялта, да. Я видел там Аболонь вот тогда, когда Крым был украинским, да, еще тогда. Аболонь, еще какие-то сорта. Вот такого вот я не видел Ялта. Интересно будет попробовать. Такая вот акцизочка. 4,4 оборотов, в принципе, немного. И второе, вторая бутылочка, друзья, это вот Белая Скала. Тоже Крым. В Ялте есть такая гора, называется Белая Скала. Добрые традиции и качества. Нефильтрованное. Это нефильтрованное пивко. Вот, по составу у нас здесь состав. Вода питьевая, солод пивоваренный, ячменный, солод пшеничный, кориандр, хмель, дрожжи. Экстрактивность начального сусла, 12 оборотов, алкоголь не менее 5 оборотов. Вот это более интересный вариантик. Давайте его сначала попробуем. Тут у нас хмель и кориандр еще содержатся. То есть, так довольно-таки интересно. Такая вот открывашечка. Написано, налей 3 четвертых бокала, взболтай осадок и наполни бокал. Ну ладно. Но мне кажется, это делать необязательно. Можно, в принципе, просто открыть. Ничего, взболтывать не будем. Потому что, сами понимаете, если взболтать пиво, то произойдет пшшш. И все это пиво польется на стол. Пробовать мы будем из моего граненого стаканчика СССРовского тоже, друзья. Все по олдскулу, все по фэншую. Все по старинке. По-русски, да? А то олдскул звучит как-то по-американски. Давайте так, все по старинке. Вот такая пробочка. Пошли газики. Сейчас мы нальем пивчанского. С утра еще пока ничего не кушал. Только вот пришел из магазина Даль. Купил пивко. Сейчас оценив вкусовые качества, пока рецепторы не забиты. Это, кстати, очень важно. Пока рецепторы не забиты, надо пробовать. Значит, что хочу сказать по пене, друзья. Пенка такая средняя. В принципе, довольно-таки устойчивая. Видим непрозрачное пиво. Ну, сами понимаете, потому что оно нефильтрованное. Вот, сейчас мы его оценим, попробуем. Еще раз, друзья, хочу передать. Привет всем новым подписчикам, всем старым подписчикам, кто смотрит мой канал. Пожелать вам любви и счастья, хорошего настроения. Самое главное, крепкого здоровья. Спасибо, что меня поддерживаете. Те, кто поддерживает меня, вам тоже огромное спасибо. Давайте сначала на запах, друзья. Чувствуется запах кориандра, знаете, такого немножко, чуть-чуть кисловатенького. Ну, и такой явный запах пива, ну, прям приятный солод. Солод чувствуется. Давайте отведаем. Друзья, красота. Чувствуется хмель, солод. Не кислое пиво, скажу сразу, не водянистое. Чувствуется немножко кориандр. И что еще там в состав входит? Солод пшеничного. Пшеничный солод очень чувствуется, явно прям. Кориандр чувствуется. Хмель, ну, скажу такое, знаете, легенькое-легенькое пиво, несмотря на то, что тут 5 оборотов. Пьется легко и неприхотливо, знаете, вот в горячий, жаркий день, где-нибудь в Крыму, в Ялте, на пляже, такое пивко с раками, с рыбкой, например. Вообще зайдет прям на ура, на мой взгляд. Чем-то напоминает, вот, знаете, какое пиво? Этот, как он? Вайсбер, вот вайсбер есть немецкий. По запаху. И Крёнинбург, по-моему, или как он называется? Крёнинбург, да, что-то есть такое похоже. Приятное, приятное, нефильтрованное пиво. Довольно-таки приятное. С удовольствием, друзья, бокальчик выпил. Ну, закроем. Давайте так. Пиво «Белая скала» по 10-бальной шкале. Если оценивать, я бы поставил твердую, ну, давайте так скажем, семерку. Семерочка твердая, до десятки, может, не дотягивает, да, по вкусовым характеристикам. Но приятно. Что-то среднее между обычным светлым пивом и пшеничкой. То есть, тут немножко пшенички, солод. То есть, в принципе, неплохой вариант. Неплохой. Ну что, друзья, давайте попробуем Ялта, Крым. Ялта. Ну, тут явно прям светлое пиво. Пенки практически нет. Вот такое оно, золотистое на вид. По запаху похож чем-то на «Жигули». Но это обычный вариант. Сейчас немножко перебьем вкус того пива. Взял такие вот «Лейс» чипса «Стекс». «Принглс», кстати, по-моему, ушел из России. Черт «Принглс» я не могу найти. Сейчас за место них вот такие «Лейс» продаются. Они, в принципе, вкусные. Ничем не хуже «Принглс». Мне очень нравится. Вкусные чипсы. Завтра, друзья, еду на медкомиссию. С работаем. У нас раз в год медкомиссию проходим. Чипсончики нормальные. А, еще купил вот такие вот рыбки, крекеры к чаю. Сюда поставлю к чаю. Вообще прям добро. Пончики взял. На, насчет термоса хочу сказать, друзья. На работу брал суп. Вообще отличная вещь. Единственный, наверное, минус, что он на один раз. То есть, вот ты взял 500 мл, ты покушал, допустим, супчик, да, похлебал и все. То есть, он на один раз. На один прием пищи, так скажем. Но вещь хорошая, долго держит тепло. Так. Что, друзья, пробуем пиво Ялта. Соло чувствуется. В меру водянистое. Не горькое. Горечи вообще отсутствуют. Ну и чменный соло чувствуется, знаете, похоже на Жигули. Вот на Жигули и похоже. На Рязанской Жигули. Ну, по цене, друзья, 97. Белая скала, 114. По-моему, так. Если есть, ничего не перепутал. Ну, в принципе, в районе 100 рублей. То есть, там 100, 110. В принципе, за свою цену, ну, интересно было попробовать. Вот мне, если честно, больше понравилась все-таки белая скала. Такой у нее немножко пряный вкус. Вот это мне больше понравилось. Это какое-то, ну, обычное, обычное. То есть, обычное. Крым. Хочешь утолить жажду с раками, там, с рыбкой в Крыму, убери это. Ну, вот это мне кажется более приятное. Лично на мой вкус, я не знаю, друзья, если вы какой-то из этих вариантов пива пробовали, пишите в комментариях вообще, да, какой вам больше понравился. Если, конечно, пробовали. Если не пробовали, то, на мой взгляд, вот это Крым. Крымские, как оно? Белая скала, оно мне больше понравилось, оно вкуснее. Вот это попроще, попроще. Просто, если хочется утолить жажду, можно и таким, в принципе, побаловаться, да, немножечко. Если на улице жарко. По поводу стримов, друзья. Короче, Терминатор отменяется, что-то мне не очень понравилась эта игра. Я скачал новую, Armored Core, друзья, Last Rubicon. Вот ее мы сегодня постримим вечерком. Говорят, она сложная, типа Dark Souls в мире мехов. Но мы попробуем, оценим ее, пощупываем, так сказать. Так что сегодня, друзья, заходите, буду ждать на вечернем стриме. Ваше здоровье. Еще раз всем любви, счастья. Всего самого хорошего. Будьте здоровы. Берегите своих близких. За вас, друзья. За моих подписчиков. Спасибо, что вы есть. И спасибо, что я есть у вас. Это самое главное. Спасибо всем за поддержку. Ну все, в принципе. На этом обзор считаю законченным. Если увидите, попробуйте эти два сорта. Может быть, вам понравится. Ну и пишите в комментариях, какой бы вы хотели попробовать больше. Этот, либо этот. На сим буду заканчивать. Желаю всем счастья, любви, друзья. О хорошем состоянии. Еще раз всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok